Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня я хочу показать вам очень важный документ. Это фактически отчет Банка Англии о ежегодной встрече топовых центральных банков и банкиров в Лондонской школе экономики и политических наук. На этой встрече они обсуждают монетарную политику и поведение рынков. На самом деле, то, что они там обсуждали, может повлиять на курсы, в том числе и криптовалют в будущем. Вы точно не захотите пропустить это. Также я хочу показать вам это интервью Рауля Паля, основателя и генерального директора Global Macro Investor и Real Vision Group. Он является инвестиционным стратегом и экономическим историком. В интервью он говорит о потенциальной возможности достижения биткоина миллиона долларов в следующие пять лет. Также он зацепил тему того, что на рынок криптовалюты не только биткоина, но и эфириума, XRP и других планируют заливать огромное количество денег. Некоторые люди на этом фоне совершенно сошли с ума в эйфории, предсказывая 500 и даже 10 тысяч долларов за XRP. Ну это очень оптимистично, учитывая то, что XRP что-то задержался на своих 20-30 центах. В любом случае, это видео обещает быть сочным и я надеюсь на вашу поддержку. Вы не представляете, сколько времени и труда забирает каждый такой ролик. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. Я очень ценю каждого, кто смотрит мои видео и участвует в жизни моего канала. Для меня это действительно очень важно. Расскажите ваши мысли о том, как дела обстоят сейчас. От 1 до 10, как все плохо именно для вас? Ну у меня есть целая теория о том, как это происходит по всему миру. Она состоит из трех фаз. Первая, это фаза ликвидации. Это то, что мы видели в марте, а закончилась она приблизительно в апреле. Это когда все коррелирует и жестко падает. После этого на медвежьих рынках рецессии наступает фаза надежды. В этой фазе все приходят в себя и думают, что все не так плохо. Справимся. В некоторых медвежьих рынках такая фаза длится около трех месяцев. Примеры это никель в 1990 или S&P 500 в 2000 и в 2008. В марте мы увидели низ, а в июне новый пик. Есть некоторые исключения, когда эта фаза длится полгода, например, в 1929. Тогда восстановление длилось дольше. Итак, ребята, от трех до шести месяцев это фаза надежды. Я сейчас говорю не о крипторынке, а о фондовом, который в марте обвалился. Это была фаза ликвидации. Затем совсем недавно показал новый исторический пик и немного откатился. Это уже фаза надежды, о которой говорит Рауль. Это самодовольство. Нам нужно просто остыть до следующего ралли. У биткоина такая же ситуация была в 2017, когда он достиг исторического пика, а затем немного откатился. Помните, что было дальше после попытки снова отрасти обратно к 20 тысячам? Болезненный медвежий рынок. Вот о чем говорит Рауль. Итак, это первые две фазы. Но что я дальше вижу, это то, что мы идем к кризису неплатежеспособности и банкротств. Вы спросили, где мы от единицы до десяти? Мы были на десятке, но сейчас откатились к пятерке, фазу надежды. А затем мы снова пойдем вниз. Я думаю, экономика не будет сильно восстанавливаться куда дольше, чем мы ожидаем. Пока нет финансовой помощи, а только обещания. А в Европе, США и где угодно назревает все больше проблем. В то же время у бизнесов нет достаточного потока денег. Рауль имеет в виду, что нас ожидает путешествие по всем этим этапам на фондовом рынке. А это означает, что нас ожидает денежный сдвиг. Деньги начнут перетекать из разных рынков в другие рынки. Об этом мы поговорим в конце, когда будем разбирать один интересный документ от Банка Англии. Кстати говоря, о потоках денег из разных активов в другие активы я написал в своей книге, которая уже почти готова. Она не только о потоках денег и капитала. Я разобрал множество тем, которые помогут как минимум мне не просто быть готовым, но и получить максимально много профита, не только денежного, от ближайших 20 лет. В эту книгу я вложил десятки тысяч долларов, постоянно покупая исследования различных инвестиционных фондов, западных крупных инвесторов и так далее. Я изучил абсолютно все кризисы, начиная к кризисам третьего века в Римской империи и аж до сегодняшнего дня. Также в этой книге я написал о тех активах, которые могут стать новым биткоином и многое другое. Я проделал действительно большой труд, прежде всего, чтобы систематизировать всю информацию для самого себя. Выпустить ее я планирую в конце года, а сейчас вы можете предзаказать мою работу по ссылке в описании со скидкой в 50%. Кстати, спасибо всем, кто уже это сделал. Пусть вас и немного, но мне все равно очень приятно как автору. Вы даже не представляете, как это классно. А мы продолжаем. В июне я видела ваше интервью, в котором вы рассказали о своем портфеле. 25% доллар США, 25% золота, 25% акции и 25% биткоин. Если у вас сейчас 50% биткоинов, как изменился весь портфель? Я думаю, что уже даже больше, чем 50%. Я уменьшил позиции в наличном долларе, перевел части их в биткоин. Торговые позиции у меня относительно маленькие, потому что для меня будет лучше просто холдить биткоин. В общем, у меня осталось немного наличности, чутка золота и биткоин. Но у меня даже есть идея продать золото, чтобы купить еще больше биткоина. Точно вау! Продали бы вы свое золото, чтобы купить биткоин, эфириум, XRP и другие криптовалюты? На самом деле, я бы не продавал все до самого конца. Что-нибудь оставил бы точно, хотя бы в минимальном количестве. Даже если говорить про наличные деньги, полностью избавляться от них в пользу активов нельзя. Представьте себе, что вы купили биткоин, а он взял и просил. Вы хотите докупить еще, а уже не на что. Так что здесь надо уметь обращаться со своими деньгами. Кстати говоря, как и у Рауля, биткоин сейчас занимает больше половины моего портфеля. Я думаю об этом, потому что биткоин в будущем превзойдет золото. Причем масштабно. Я уверен в этом на 100%. В таком случае, зачем мне сидеть в золоте? Ребята, нашел я тут одного трейдера. Вот что он сделал. Он наложил на сегодняшний график биткоина тот же график биткоина, но и с 2017 года. Когда тот бычий забег случился, он произошел как выстрел. Если мы перейдем в следующий бычий забег, как резко это произойдет и куда нас это приведет? Или же нас ожидает медвежий рынок, пробитие 10 тысяч долларов и ретест нижних целей? Рауль, далеко не самый последний инвестор, рассматривая биткоин, хочет перевести в него свое золото. Потому что уверен в нем на все 100%. Давайте посмотрим на график золота в этот момент. Оно торгуется почти за 2000 долларов. Является ли хорошей идеей продавать его за биткоин, когда множество других миллиардеров наоборот покупают золото и золотодобывающие компании? Есть одна книга, рекомендую ее вам прочитать. Она называется «48 правил силы». У меня складывается впечатление, что все миллиардеры ее читали. Ведь то, что они делают, это избавляются от конкуренции, отправляя народные массы в ложном направлении. Говорят одно, а делают другое. Когда люди, которых миллиардеры увели в неверном направлении, это осознают уже поздно. Это то, что почти вся финансовая элита делает. Они не хотят, чтобы вы знали, что и как. Ведь тогда вы сможете с ними конкурировать. Золотые жуки с этим не согласны. Они говорят, когда деньги начнут покидать рынок облигаций, они перетекут в золото. И вот почему золото взорвется вплоть даже до 10 тысяч долларов. Я в это не верю. Я вообще не думаю, что деньги сегодня текут на рынок облигаций. Рынок облигаций привлекает только пенсионные фонды и еще некоторые активы. Я не боюсь гиперинфляции, дефолтов и так далее. Но люди сегодня ищут другие резервные активы, а не бонды для своих сбережений. Рауль говорит о том, что видит в будущем принятие новых резервных активов людьми и финансовыми институтами. Так что же это за активы-то такие будут? Многие страны говорят о принятии цифровых активов. Очень много документов есть о том, что это будет Ripple XRP. И некоторые публичные корпоративные компании уже прямым текстом говорят, что их резервами становятся биткоины. Что касается золота. Золото всегда было крайней мерой. Последней линией обороны для тех, кто верит, что их национальная валюта обречена. Поэтому если люди верят в то, что, например, американский доллар падает, они вкладывают свои деньги в золото. Именно поэтому в этом году золото взлетело до нового исторического пика. Так что, если золото является последней линией обороны, то может ли криптовалюта в будущем заменить его на этом посту? Может это будет выход? Я не умею видеть будущее, но я могу сказать вам, что я уверен в этом, учитывая, что публично торгуемые компании уже говорят о том, что биткоин для них это хеджирование рисков доллара и вообще новый резервный актив. Именно биткоин, а не золото. А что думаете вы? Напишите в комментариях. Видите ли вы принятие биткоина? Конечно, все это идет волнами. Начинается с обычных граждан. Затем включаются хедж-фонды, офисы, институционалы, благотворительные фонды, пенсионные планы. Затем вдруг неожиданно появятся целые страны, которые объявят, мол, у нас 5% валютных запасов в биткоине. Сначала это будут те страны, у которых наблюдаются острые проблемы с девальвацией их валют. Это будет происходить. Истории будут еще масштабнее, чем история Майкла Сейлора. Просто вдруг в один момент весь мир снова поменяется. На самом деле многие люди начнут хейтить такие высказывания. Но обычно люди не любят то, чего не понимают. Например, в средневековье, когда женщины лечились лечебными травами, их называли ведьмами. Сегодня Уоррен Баффет называет биткоин крысиным ядом. Такая вот аналогия получилась. Из того, что я знаю, разговаривая со всеми людьми, которых знаю, со всеми институционалами, вы даже не представляете, какое огромное количество денег сюда придет. Это просто огроменная куча денег. Настолько большая, что существующие трубы для потоков денег пока не позволяют это сделать. Да, он прав. Мелкие инвестиции в десятки тысяч долларов существующая инфраструктура позволяет обрабатывать. Но миллионеры и миллиардеры, которые за раз хотят переслать миллион долларов, испытывают трудности. Например, такая криптокомпания, как Coinbase, разрешает пересылать до 25 тысяч долларов за раз. Поэтому инфраструктура просто не готова для того, чтобы двигать такие большие деньги. Работа над этим кипит завидной регулярностью, за сценой. Мы об этом поговорим в конце видео, когда я покажу вам некоторые бумаги об этом. Это уже начинается. Над этим работает очень много умных людей. Я думаю, что взрыв биткоина произойдет не из-за того, что мир переживет коллапс. Все будет из-за принятия членами правления. Принятие правительством и руководителями финансовых институтов. Вот о чем говорит Рауль. Вот мы наконец перешли к самому интересному. С 1 по 3 сентября 2020 года проходила ежегодная встреча топовых банкиров со всего мира. Я выделил важные моменты, на которые нам нужно обратить внимание. Именно нам, как криптосектантам. Об этом еще никто на русском не говорил. Сначала я хочу уточнить, все эти центробанкиры, собирающиеся на этой встрече, работают в том числе и над тем, в какую сторону будет развиваться монетарная политика и экономика. Итак, давайте пролистаем до первого важного момента для нас. Монетарная политика, потоки капитала и обменные курсы. На повестке дня стояло обновление монетарной политики, поток капитала между разными странами и обменные курсы их операций. Понимаете, дело в том, что криптовалюта может значительно уменьшить эти комиссионные обменных курсов и при этом радикально увеличить скорость этих переводов. Следующий момент. Изменение динамики денежного рынка. Хм, если они обсуждали это, возможно, темой разговора были способы изменить скорость транзакций. Криптовалюта? Ripple XRP? Ликвидность по требованию? Все это? Может, я не прав здесь, но вариантов не так уж и много. Далее. Цифровая валюта центрального банка. Интересно, что эту сессию организовал Банк Канады. Возможно, они разрабатывают какую-то единую цифровую валюту. И сразу же следующий пункт. Влияние цифровых валют центральных банков на финансовые рынки и макроэкономику, а также последствия их внедрения. Скорее всего, они уже давно разработали свои цифровалюты, раз размышляют о том, как безболезненно внедрить их в использование на финансовых рынках и в экономике. Далее. Они обсуждали экономику криптовалют на основе децентрализованного консенсуса. А это уже децентрализованные финансы подключились к чату центральных банкиров этого мира. К сожалению, прямо сейчас они не расскажут нам, что точно они говорили и к чему пришли. Но я думаю, что все равно можно считать это хорошим знаком, что они поднимают эти темы. Значит, работа в этом направлении идет, и она считается ими действительно важной. Давайте вернемся к интервью. Я хочу подытожить. Разрыв между золотодобывающими шахтами и банками составляет 86%. 86% в пользу майнеров золота. Я такого еще не видел за эти 6-8 месяцев. Рауль имеет в виду, что сейчас инвесторы между банками и золотодобывающими компаниями выбирают золото чаще, чем банки. Например, Уоррен Баффет распродал свои акции различных банков. Это очень много денег, поверьте, нам такие и не снились. Почему он это сделал? Чтобы двигать деньги в другой рынок. В золото. Остальные крупные инвесторы тоже изучают, куда двигаются потоки денег. Поэтому разрыв между банками и золотодобывающими компаниями такой огромный. Поэтому, если Уоррен Баффет уносит деньги из банков, то, наверное, нам это должно кое-что сказать о будущем этих банков и банковской системы. Люди не доверяют финансовой индустрии и финансовым медиа. Биткоин — это выражение этого протеста. Он делает финансовые институты ненужными. Это отказ от посредников. Это дезагрегирование. Люди через биткоин получают свою силу обратно, самообразовываются, учатся самостоятельно, и начинают понимать, что происходит. И это очень хорошо. Чисто по фактам, даже добавить нечего. Кроме того, что у криптоинвесторов зачастую есть одна большая ошибка. Это, опять же, не финансовый совет. Но, если у кого-то недостаточно денег, и он все равно вкладывает в крипту, это неправильно. У вас должен быть построен какой-то источник дохода. Тогда, вкладывая в криптовалюту, вы не особо волнуетесь краткосрочными движениями и колебаниями рынка. Потому что у вас и так достаточно дохода. И для того, чтобы жить, и для того, чтобы, возможно, приобрести больше крипты подешевле. А на этом все. Меня зовут Богатейший Дед. Это второе видео за сегодня. Я думаю, это достойно лайка. Вообще сегодня ничем не занимался, кроме своего ютуб-канала. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте, ребята. И до скорого. Субтитры подогнал «Симон»!